Николай Полозов, адвокат, с нами на связи. Николай Николаевич, приветствуем вас, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Видите, мы в продолжении, мы немножко тут подсобрали информацию, что сейчас пишут различные паблики. Вот в Белгороде полиция совершает поквартирные обходы в поисках, я в кавычках дали, украинцев и других подозрительных личностей ищут. Суд Брянский отправил в СИЗО 79-летнюю, извините, что где-то, возможно, какая-то ухмылка, но правда, гражданка Украины, которую ФСБ задержало на вокзале с микросхемами в контейнерах для еды, и ее обвиняют в подготовке к контрабанде. То есть каждый раз, когда мы, Николай Николаевич, с вами встречаемся, встречаемся мы с периодичностью, каждые 5-6 дней, просто эта информация добавляется, ее становится больше, она где-то становится абсурднее, где-то она приобретает, возможно, какие-то другие, более там не монохромные окрасы, более такие яркие окрасы. Но на самом деле, одним словом это все называется, а как одним словом это все называется? Мы вот знали тему, Путин воюет со своими гражданами, хроника репрессий, окей. Но на самом деле, если мы говорим вот человеческим языком, по вашему мнению, как это все называется, что происходит? Ну, то, что происходит, называется построение фашистского рейха, по фашистскому типу, вот этого путинизма, при котором Путин, естественно, ставит роль государства превыше всего, опирается на репрессивный аппарат, а роль личности, она последовательно уничтожается. И суть подобных режимов, которые со временем становятся тоталитарные, полностью уничтожение какой-либо человеческой личности, как проявление свободы. — Николай, а скажите, ну, понятно, что давать какие-то советы, да, или вот что-то советовать в этом случае, наверное, сложно, потому что те представители, оппозиционно настроенные к нынешнему режиму Путина, говорят о том, что у людей сейчас фактически нет никакого выбора. Да, вот надо просто, извините, пожалуйста, за это слово заткнуться, как-то молчать, и вот где-то как-то оно вот мимо пройдет, и тебя не зацепят. Мол, не лезьте в политику, не проявляйте никаких каких-то движений, которые говорят о том, что вы против, или там специальные так называемые военные операции, или против Путина, не дай боже. Но вот если говорить о позиции вот вас, адвоката, правозащитника, какие бы вы, возможно, дали, не знаю, не то чтобы советы, но как себя уберечь, даже если ты не совсем согласен? Как вот? Единственный вариант, на который мы выходили в разговоре, это вот брать, брать свою семью и просто вот убегать, просто покидать Российскую Федерацию. Ну, а тем, кто остается? Да, если нет возможности выехать, то, конечно же, прежде всего необходимо думать о собственной безопасности. И речь идет не только о том, что кто-то написал или не написал, а развивается активно культура доносов. Репрессии все чаще принимают такой хаотичный характер, когда может зацепить совершенно людей, которые даже не думали и не подозревали. И в данном случае, конечно, противодействовать такой государственной махине репрессивной очень сложно. Лучше, конечно же, озаботиться заранее контактами правозащитников, лучше, скажем так, заботиться о своем здоровье, потому что в условиях российской тюрьмы здоровье, наверное, единственный ресурс, который есть у человека. И, наверное, сохранять надежду, что это время рано или поздно закончится. Да, и тут известную актрису Илью Ахиджакову сняли со всех спектаклей. Очень много событий происходит, о которых нужно говорить, и на самом деле это очень важные события. Есть сейчас продолжение как раз вот тех таких коронологических моментов недавних, которые происходят в Российской Федерации по отношению к тем, кто живет в Российской Федерации. И действительно, единственный выход – это уезжать. Вот сейчас еще озвучу. Прокуратура Барнаула запросила 9 лет для колонии, для журналистки одного из сибирских изданий. Это Мария Пономаренко. Ее обвиняют по делу о фейках, про российскую армию. В январе женщина в знак протеста против мобилизации в России попросила вернуть ее в СИЗО, внимание, из-под домашнего ареста, под которым она находилась с ноября прошлого года. По версии следствия, Пономаренко в своем телеграм-канале разместила якобы ложную информацию, что российскими воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру Мариуполя, тогда как Министерство обороны Российской Федерации эту информацию опровергало. И также вот еще хочу рассказать еще об одной россиянке, тоже журналистка Юлия Старостина. Ей на днях составили протокол о якобы дискредитации российской армии. Но что тут очень важно? Она с апреля отвозит гуманитарную помощь украинским беженцам, которые находятся в пункте временного размещения в России и не имеют возможности снять жилье, либо же работать. Также она была одной из героиней репортажа оппозиционного издания о том, как живут оставшиеся в Российской Федерации люди с антивоенными взглядами. По какой именно причине на нее завели дело, пока на самом деле неизвестно. Мы видим, что таких вот личных историй россиян, которые каким-либо образом хотят показать свое несогласие с теми действиями, которые совершает на сегодняшний день и Кремль, лидер Кремля, они все-таки все чреваты тем, что на самом деле открываются дела и так далее. Насколько мне известно, Юля Старостина, она выехала, она покинула Россию со своей семьей, выхода не оставалась, она сейчас уже за пределами Российской Федерации. Тут же мы видим, вспоминая Марию Пономаренко из сибирского издания, она вообще попросила лучше ее вернуть в СИЗО, таким образом протестуя. То есть вариантов на самом деле не так много. Николай, а вам как специалисту, человеку, который ведет правозащитную деятельность, остаются еще какие-то либо механизмы, ресурсы, которые дают вам возможность, извините, что я говорю, но работать по специальности, помогая в Российской Федерации? Ну, безусловно, возможностей становится все меньше. Власти, что называется, закручивают гайки. Вместе с тем все равно остаются адвокаты, остаются правозащитники, которые, несмотря на эти чудовищные условия, в том числе с риском для себя, осуществляют правозащитную деятельность, осуществляют оказание юридической помощи. И зачастую, понимая, что во многом их работа может быть даже и бессмысленна, учитывая, что судов в России как таковых нет, ощущение тем людям, которые становятся сейчас политзаключенными, что они не брошены, что общество продолжает через тех правозащитников, адвокатов, заботиться о них, оно, конечно же, дает им сил и уверенности, потому что надежда – это то последнее, что путинский режим хочет отнять у этих людей. Николай Николаевич, я еще хочу спросить. В сентябре, если не ошибаюсь, Россия окончательно вышла из подюрисдикции Европейского суда по правам человека. Понятно, что тут есть одна сторона медали, как все-таки будут рассмотрены теперь дела и рассматриваться иски Украины против Российской Федерации, поданные до этой даты. Это одна история. А если мы говорим о жителях Российской Федерации, то есть сегодня у жителей Российской Федерации нет возможности абсолютно никакой, используя юриспруденцию международную, обращаться в международные институции, которые бы могли защищать их права. Я так понимаю, что после вот как раз середины сентября прошлого года таких возможностей у россиян нет, либо же есть что-то, что-то осталось? Ну, фактически эти возможности сузились до того, что было доступно, например, диссидентам СССР. Это обращение в Совет по правам человека ООН, а также возможное обращение в рабочую группу по произвольным задержаниям. Россия еще является пока членом ООН. Периодически, согласно статуту, Комитет по правам человека ООН может рассматривать соответствующие обращения и даже направлять запросы в Россию. Вот это, по сути, единственный инструмент международного воздействия на российские власти, если мы говорим об уголовных делах. Николай, давайте еще далее, потому что поговорим о кейсах определенных, потому что, ну как, вы сами говорили о том, что по сути строится такое определенное фашистское государство, и вот эта диктатура Путина, она все набирает новых высот. Жителя Читы, Ивана Лосева, повторно оштрафовали на 70 тысяч рублей за якобы дискредитацию российской армии. Такое наказание он получил за два опубликованных интервью о штрафе, который ранее получил за пересказ у соцсетях сна о президенте Украины. Допомню, что мужчина сообщил, что новые протоколы на него составили после доносов двух жительниц, которым не понравились его комментарии оппозиционным средствам массовой информации. Николай, а когда уже будут, я не знаю, садить за мысли преступления? Вот потому что это все мне Орвелла напоминает. Я думаю, что эта машина как раз вот в каких-то рамках она и развивается. Я думаю, что кто не читал 1.984, да, пускай обратится. Там очень много сейчас вот параллелей и таких даже треков, которые сходятся с нынешним режимом Российской Федерации. Вот как вы считаете, каких высот она может достичь? Все фашистские режимы, они так или иначе, и по своей эстетике, и по своей, если можно так выразиться, этике, они схожи. И в этом смысле путинский режим не является исключением. Что касается репрессивного давления, ну, безусловно, оно будет расширяться. Безусловно, мы видим, что то и дело, какие-то новые инициативы возникают у законодателей российских. Вот, например, то, что нельзя заключенных из ЧВК Вагнер называть заключенными и так далее. И свойственное российской правоохранительной системе погоня за показателями, вот эта палочная отчетность, так называемая, и компанища. И вот под каждую такую новую законодательную инициативу, которая будет приобретать форму закона, силовики будут разрабатывать новые планы посадок. И если раньше писали, сколько там нужно какое-то количество людей расстрелять при Сталине, мы все эти списки видели, ну, сейчас, может быть, не расстреливают всех подряд, но думаю, что уже будут по численным показателям добирать те или иные составы преступлений, фабрикуют просто уголовные дела, как они обычно это и делают. Николай, еще хотел бы, вы знаете, что спросить? Вот, я не знаю даже, как, не то чтобы оценивать или там, как прокомментировать, но все же, вот, ваше видение, да, для того, чтобы вы разложили эту историю по полочкам, почему, чтобы очень многие россияне, которые тоже смотрят, вот, нас с вами, наш разговор, анализируют, вот, выводы, вот, от вас услышать, по какой истории? Вот, смотрите, когда вот все называют специальную военную операцию, кому-то Зеленский приснился, кто-то там какие-то схемки перевозил, да, и получил там или срок, или штраф, или так далее, и так далее, кто-то, возможно, желая, желая как-то, вот, знаете, вот, почтить память погибших там в Днепре, помните, да, когда люди приносили цветы там, или, если украинки, вот, разным монументам, их просто определенных людей там паковали и так далее. Ну, это понятная история, это понятен подход. Но, когда Путин сам называет войну войной, и ему, как бы, ничего не прилетает, это вот, это норм? Это вот, что позволено там Юпитеру, то не позволено быку? Именно так. Российская власть себя полностью сепарировала от населения, и население обязано жить под гнетом вот этих, зачастую, бессмысленных законов, которые власть принимает, а себя власть освобождает от любого следования, любым законам. Ну, давайте вспомним, какая реакция была государственных органов на кувалду Пригожина и казнь там в прямом эфире человека. Никакой абсолютно, потому что эти все субъекты относят себя к власти. И если человек в России не является представителем власти, с большей долей вероятности ему в России грозит опасность. Это очевидно. Николай, спасибо вам за разговор, за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Благодарим. Ну, знаете, вот понятно, что очень мало что можно сделать, возможно, там в рамках вот сегодняшней ситуации в Российской Федерации, но вот эта информация, ну, как мне кажется, да, она вот постепенно накапливается, и люди должны делать определенные выводы, как же на самом деле обстоят дела. Не только с правами человека, а вообще просто с хоть каким-то волеизъявлением, доступным, да, вот сейчас на территории Российской Федерации. Благодарим вас за разговор. Николай Полозов, адвокат, адвокат был с нами на связи.